Что красиво выглядит на учениях, не всегда так же безупречно получается в бою. Сегодня в Харьковской области нацполиция, нацгвардия демонстрировали, как будут противостоять диверсантам, которые смогут преодолеть так называемую евростену Арсения Яценюка. Однако настроение участникам подпортила инспекция из Верховной Рады. Чем? Подробнее Светлана Шакера. На мониторах в центре управления видео с камер наблюдения из пунктов пропуска. Вот условный нарушитель пытается проникнуть на украинскую территорию. При помощи новой видеотехники, говорят, пограничники могут заглянуть и на российскую сторону. На этом участке границы, по легенде учений, диверсионно-разведывательная группа уже преодолела построенную на границе стену, прошла через ров и вал и движется вглубь украинской территории. Сегодня стену приехали инспектировать нардепы из Комитета нацбезопасности и обороны. И не впечатлились ни учениями, ни самим сооружением. Говорят, в нынешнем виде стену нельзя считать полноценной защитой от торжения. Теперь стройку века уже даже не называют оборонным сооружением, а всего лишь пунктом наблюдения. Напомню, на проект лидера Народного фронта, экс-премьера Яценюка, строительство стены на российско-украинской границе за два с половиной года потратили более 600 миллионов гривен. Было побудовано противотранспортных ровов понад 180 километров, контрольность ледовых смуг 49 километров, 136 километров ракадных дорог, установлено паркану 70 километров, облаштовано 9 вогновых позиций и 2 опорных пункта на 60 человек. Активно строительство велось лишь в Харьковской области и совсем вяло в соседних Сунской, Луганской и Черниговской областях. Ну и на Харьковском участке, несмотря на зарытые в землю полмиллиарда, работы выполнены на 80%. Еще строить и строить. К тому же, до сих пор не решены вопросы с земельными участками вдоль границы. Вот видите, вот эта земля, на которой сделана вот эта ракадная дорога, по которой пересуваются прикордонники, это ориентированно до 50 метров земли, которая сегодня распоевана и належит селянам. Из обещанных 200 миллионов пограничники в этом году получили лишь 30. Инспекция пришла к выводу, к намеченному сроку достроить стену не успеют. Но, несмотря на критику проекта, отказываться от него не рекомендуют и хотят инициировать выделение дополнительных 500 миллионов гривен из госбюджета. Мол, никакой альтернативы на сегодня еще не придумали.